Сегодня 25 декабря. 25 декабря 1773 года отряд беглого крепостного крестьянина-пугачевца Ильи Арапова без боя занял Самару. Чтобы осуществить такой ход, пришлось ввести заблуждение коменданта Самары, что, впрочем, не составило труда. Последний получил преувеличенные данные о силах повстанцев и в панике бежал из города. Повстанцы тем временем склонили на свою сторону представителей городской и казачьей общин. И 25 декабря Самара торжественно встречала отряд Арапова крестным ходом во главе со священниками всех церквей. Впрочем, триумф пугачевцев длился недолго. Через четыре дня их разбили правительственные войска. Вопрос о необходимости благоустройства Самарской набережной поднимался едва ли не с середины 19 столетия. Долгое время не было даже обустроенных спусков к воде. Основательно за дело взялись лишь в 20 веке, а ровно 80 лет назад, 25 декабря 1935 года, Куйбышевский горсовет принял решение об устройстве участка набережной между Красноармейским спуском и улицей Вилоновской. Постепенно Самарская набережная приобрела знакомый каждому жителю и гостю Самары облик. 25 декабря 1939 года в Куйбышев на три дня приехал наш земляк, один из первых героев Советского Союза, капитан Михаил Павлович Агибалов. Воспитанник Ульяновского танкового училища героически сражался с японскими самураями в районе реки Халкингол. Звание героя Советского Союза Михаилу Павловичу Агибалову присвоили в августе 1939-го. В настоящее время его имя носит одна из улиц областного центра. 25 декабря 1987 года в Куйбышеве сдали в эксплуатацию первый участок метрополитена со станциями Юнгородок, Кировская, Безымянка и Победа. На перроне станции Победа состоялся торжественный митинг, а уже на следующий день началось регулярное пассажирское движение поездов на первом участке Куйбышевского метрополитена. 25 декабря поздравление с юбилеем принимает Сергей Яковлевич Чабан, главный федеральный инспектор по Самарской области. Русский химик, основатель научной школы Владимир Марковников, советский и российский писатель, сатирик и сценарист, автор популярных мультсериалов «Ну погоди» и «Приключения кота Леопольда» Аркадий Хайт. Советский и российский музыкант, лидер популярной рок-группы «Алиса» Константин Кинчев. Еще один популярный рок-музыкант, заслуженный артист России Евгений Маргулис. Российский музыкант, композитор, актер и телеведущий Ливон Аганезов. Популярные актеры театра и кино Игорь Лифанов и Владислав Галкин. Солистка поп-группы «Фабрика» Александра Савельева. Все эти известные личности появились на свет в разные годы, но в один день – 25 декабря. А именинник сегодня только один – Александр. Этот день наши предки прозвали «Сперидоновым поворотом» или просто «Солнцеворотом». С этого времени ночь начинала убывать, а день – пребывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивается на лето, а зима – на мороз. С особой радостью крестьяне встречали солнце. Утром выходили встречать рассвет, а вечером жгли костры в честь светила. Обращали внимание и на приметы погоды. Если воробьи начинали собирать пух и перья и тащить их к себе в гнезда, это предвещало сильные морозы. А если день выдавался солнечным, то и святки обещали быть ясными. Если же солнце выглянуло с самого утра, значит в новогоднюю ночь небо будет безоблачным. Такими событиями вошел в историю этот день – 25 декабря. Отличного вам настроения и удачи в делах!